РАЗВОРОТ К осени уже может закрыться А сами торговые центры По данным вот этого РСТЦ Российского союза торговых центров Потеряли до 90% Своих доходов из-за пандемии Ну и это логично абсолютно Потому что а где им взять эти доходы У них нет посетителей Тут нужно просто подчеркнуть Что они до сих пор закрыты И их открытие пока не очень понятно Когда состоится Какие-то даты назывались В конце июля У нас в Петербурге Это 26 июля Это пока только возможная дата У нас уже на связи Максим Левченко Управляющий компанией Ford Group Это собственно компания Которая работает с коммерческой недвижимостью Максим, доброе утро Вот эти данные Которые дает Российский совет торговых центров Что около четверти ТЦ В России могут закрыться до осени Насколько вам это кажется Правдоподобным? А почему они могут закрыться до осени? Я честно говоря Не знаю почему В чем причина их закрытия до осени Нет, в смысле Не в том плане Что они не будут работать до осени А в том смысле Что к осени Они Им просто у них не будет денег Не откроются Они закроются Да-да-да Как бы они прекратят свою работу Глобально Да нет Я думаю, что никто не прекратит Свою работу глобально ТЦ как работеры Так и работать будут Но во всяком случае Я думаю, что В Питере и Москве Будет именно такая ситуация Мне не очень понятно Как будет складываться Как будет складываться Отношение И ситуация В регионах Но в общем Когда ТРЦ Открывается Ведь это же не Не универмаг С одним оператором А в ТРК Работает много разных Разных арендаторов И поэтому Мне кажется, что Вот как бы За счет того, что Страна большая И многие сети Открылись Кровь опять пошла По их венам И Скорее всего Все они останутся на рынке И будут работать А вот в этом же Союзе Буквально процитирую Представителя этого Союза Он говорит о том Что отрасль Не получила От государства Ни субсидий Ни компенсации Ни дополученного Арендного дохода А рассмотрение всех Предложений О поддержке отрасли Неизменно Завершаются Отказами Вот с этим Высказыванием Вы согласны? Да Вот с этим Высказыванием Я согласен Действительно так Эта отрасль Даже Не была признана Пострадавшей В результате Пандемии Хотя Если посмотреть На Петербург Которая В отличие от Москвы Которая 1 июня Уже заработала Но я имею ввиду Торговые центры Центры С некоторыми Ограничениями На работе С 1 июня То в Петербурге Очень сильно Пострадали От пандемии От пандемии У которых У которых Собственности Видел огромное 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 количество Обсуждений Разных законопроектов Льгот И так далее Но К сожалению Пока Так до сих пор Ничего и не действует Уже несколько месяцев Нет никакой Конкретики Поэтому Наверное Если они примут Такой закон То Можно будет Его Скорее всего Он нам Поможет Но В принципе Я думаю Что нам Не нужно Помогать Моя позиция Заключается в том Что нам Просто не нужно Мешать Если Нам дадут Работать Мы сами Как-то справимся Со всеми Вот этими Проблемами Потому что Были Вы помните Были Законодательные Инициативы Которые Практически Были уже Приняты Которые Дают Право Арендаторам Расторгать В одностороннем Порядке Договоры Вот это Одна Крайность Потом Все с ней Боролись Говорили о том Что нельзя Нарушать баланс Гражданских Отношений И Так вот Жестко Вторгаться Со скальпелем Или с ножом Да С топором В эти В эти Отношения Потом Разного рода Законопроекты Были И в Москве В которой Все это превратилось В некие гранты Которые Непонятно Как получать То есть По большому счету Для нас Нам ничего не нужно Да Мы Мы отрасль Которая Серьезно кредитуется Потому что Проекты Капиталы Емкие И с банками Как правило Все договорились Потому что Крупные банки Почти Что автоматом Провели Реструктуризацию Задолженности Вот В условиях Такого Форс-мажора И Все остальное Это уже Просто Шум Нам Нужно Дать Работать Больше Ничего От государства Нам не нужно Мы сами Справимся Максим И тогда Короткий вопрос Вот Сколько Еще В таком режиме Отрасль Может существовать Там Месяц Два В какой момент Уже Вот все Катастрофа Наступит Когда денег Не будет Уже Ни у кого Ну Вы знаете Когда В марте На неделю Нас Закрыли То казалось Вот это уже Неделя Это катастрофа Потом Неделя Приводилась В месяц В два В три Ну Как-то Мы до сих пор Существуем Мне Сложно Мне сложно Предсказать Вот Когда Наступит Совсем Точка Невозврата Но Что я Вижу То что я В Москве Которая Работает 1 июня Все Открылись Все Работают Да Есть Какие-то Проблемы Не везде Восстановился Еще Трафик До Докризисного Уровня Но В целом Все хорошо Люди Приходят Торговые Центры Покупают И Нет никаких Больших Сложностей То есть Видно Что Дальше Там как-то Утрасль Адаптируется К этой Ситуации В Петербурге Сейчас Начали Открывать Магазины Какие-то Двери Пожарные Двери То есть Дошло Из-за того Что Из-за этого Дурацкого Дурацкого Закона Или постановления Местных Местных Властей В торговых Центрах Стали открывать Пожарные Двери Через которые Люди Стали заходить Как бы Через отдельный Вход И Они находят Эти двери Как в каких-то Закоулках Зав Приходят В магазины И там Покупают То есть Доходит До смешного Поэтому я думаю Что Люди ждут Пока Откроется Торговый Центр Вчера Наверное Все видели Как в Икее Да Безумные Очереди Безумные Поэтому спрос Есть Люди По-прежнему Хотят Общаться Хотят Ходить По магазинам По музеям В театры В рестораны И я думаю Что с нетерпением Всего этого ждут Поэтому мы откроемся Как-то 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 Выживем И я в этом плане Оптимист Спасибо большое Это был Максим Левченко Управляющий Компанией Ford Group Компанией Компанией